Начал с собой. Я решил, что это не стоит моей смерти. И я как бы, может это некрасиво перед там пацанами, но я сбежал. Я сбежал, бежал лесом. То есть смысла бежать куда-то, сопротивляться нет. Они меня остановили, кто, я говорю, так и так. Отдал оружие, они меня завели к старшему. Относились нормально. Никто здесь не бьет, никто здесь не обижает. Есть кормежка, есть вода, есть курева. То есть нормальные бытовые, можно сказать, условия во время войны. Для человека, который попадает в плен, я считаю, это прежде всего гуманность. Правильно? Если люди гуманные, относятся друг к другу более-менее, это большой плюс. Настрой подразделения, когда вот я, например, вам расскажу, я вот старый, например, есть еще постарше люди, водителя, которые, все жалуются. Это все, извините, пора уже домой. Все, заканчивайте эту всю бойню. Все хотят домой. То есть они негативно ставятся к происходящему, так сказать. Сказали все, друг, пойдешь в окопы, ну, напередок. Говорю, я не могу по состоянию здоровья. Вы видите, мое здоровье. Домой никто тебя не отпустит. Пацаны сидят уже по году, в отпуск не ездят. Не отпускают. Потому что народу мало. Много двухсотых. Хоть ты больной, вперед, на выезд, то есть прикрывать людьми. Новых привозят, но они не обученные. Вообще, которые не служили ребятам в армии. Не имеют вообще никакого образования. Прятался, прятался и призвали. Отправили в военкомат. С военкомата, черновеска, отправили в 95-ю бригаду. Сразу же и уехали сюда водителями. Говорил, я больной человек. Я комиссии не проходил, вообще ничего. То есть сказали, здоровься и уехал. За невыконание наказа. То есть пять лет дали. А он говорит, как я пойду, если я иду на верную смерть. Пошли со мной, командир. Нет, ты иди, и я буду тут. То есть он отказался. Такой случай вот был. Что я могу пожелать? Пацаны, да бросай на это все эти дела. В любом. Я люблю свою жизнь. Я не хочу за что-то, за кого-то, за чьи-то миллиарды, за чьи-то интересы. Не убивать, не быть убитым. И все. Что я могу еще пожелать? Есть наркоманы, которые ему пофиг. Он себе не обдвигался, а фен этот нюхнул. Ему что? Мне кажется, нашим руководством тоже кто-то извне руководит. Что-то мне подсказывает. Мое впечатление, что главнокомандующий не заложный, а кто-то из Европы или из Америки. Ну, тоже такое, как бы, в мыслях они дают. А то далее, посмотрим, как это сделать с этой Украиной большой полигон, чтобы испытать все свое оружие.